МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Британские учёные утверждают, что мужская хромосома Y разрушается из-за воздействия окружающей среды. По прогнозам, через 125 тысяч лет мужчины исчезнут как биологический вид. Теоретически, генная инженерия позволяет создать эмбрион из одной женской клетки. Но в этом случае на Земле будут рождаться только девочки. Мир без мужчин. Возможно ли это? И правы ли те, кто говорит о вселенском женском заговоре, тайная цель которого – установить матриархат? Это фрагмент польской фантастической комедии 1984 года «Секс-миссия». Советский прокат картины вышла под целомудренным названием «Новые амазонки». Герои фильма замораживают себя на три года, но пробуждаются спустя полвека в 2044 году и попадают в мир без мужчин. Больше так не делайте, иначе нам придется вас усыпить. Амазонки живут в подземном бункере, подавляют половое влечение с помощью специальных пилюль, размножаются методом партеногенеза. Партеногенез – это так называемое девственное размножение, при котором яйцеклетки развиваются без оплодотворения. В природе присутствуют у растений, а также у некоторых видов ящериц, муравьев и термитов. «Секс-миссия» главных героев «Новых амазонок» в том, чтобы дать жизнь новому поколению мальчиков. Но отбросив шутки в сторону, можно ли себе представить жизнь без мужчин? Погода почти ноябрьская. Но в общине Макошевы посиделки отмечают наступление бабьего лета. Эти обряды исполняются не просто в честь равноденствия или окончания уборки урожая. Для участниц общины выражение «бабье лето» давно обрело особый смысл. «Наши общины были в основном женщины. Мы собирались и на дому обсуждали наши дела, наши обычаи, про наших богов разговаривали. И вот это были Макошева посиделки. Макош в водине земли. Но традиционно считается, что Макош покровительствует женщину». Когда-то её звали просто Татьяна Бояринцева. Теперь она Ярослава. Одна из самых известных язычниц России, глава общины и жрица религиозного союза. «Когда человек начинает другую деятельность, немножко другую жизнь, он меняет имя. Это не значит, что я от кого-то скрываюсь». Какие секреты обсуждают на Макошевых посиделках? Кулинарию и рукоделие? Возможно. Но тогда почему новые члены общины проходят так называемое «посвящение в войны»? «Это довольно тяжёлый обряд. Надо пройти через огонь, через воду и через землю. То есть, что такое через огонь? Можно проходить между двумя горящими снопами, достаточно близко поставленными друг к другу. Через воду, да, воин обязан уметь плавать. Через землю. Тут тоже по-разному проводятся. Наиболее сильное посвящение – это если пройти через пещеру». Ярослава знает, о чём говорит. Все эти испытания она проходила лично. Чем не новая амазонка? «Новые амазонки существуют», – убеждён писатель Эдуард Тополь. Исследованию этой темы он посвятил целую книгу. Роман «Женское время» или «Война полов» – по жанру триллер. Но многие факты в нём реальны. Кстати, работая над книгой, Тополь выяснил любопытную вещь. Амазонки родом из России. Нырнул в историю амазонок, разыскал всю литературу по амазонкам. Что тоже стало интересно, потому что это крымские татары. Амазонки высадились в Крыму после бури. Это описано у Геродота. Ясновидящая Дарья Миронова вторит писателю. Современные женские сообщества несут в себе опасность. Это может прятаться под словом «тренинги личностного роста». А на самом деле это вовсе не тренинги, а это специальные такие внутренние закрытые амазонки, которые действительно собирают оружие против мужчин. Некоторые идут ещё дальше и утверждают – матриархат уже наступил. В современном мире вообще женщина является главной персоной. Дело в том, что мы живём в мире матриархального типа. Помним, там, да, 18-19 век. Женщина могла только шуршать кринолином, обмахиться веером, иногда падать в обморок, когда она увидит мышку, или просто ей не будет доставать кислорода, потому что всё у неё сдавлено, и ей просто нечем дышать. Сейчас женщина дышит полной грудью. И действительно, ведь огромные предприятия, которыми руководят женщины. Первым, кто осознал всё значение древних легенд об амазонках, был швейцарский учёный 19 века Иоганн Бахофен. Сопоставив множество исторических фактов и археологических находок, он научно доказал – мужчины правили миром не всегда. Он считал, что всякий человеческий коллектив – это организм. И этому организму нужна материнская лона. Поэтому Бахофен считал, что вначале, конечно, властвовали женщины. Гипотезу Бахофена легко доказать на примере истории и культуры древних славян. Достаточно прочитать русские народные сказки. Александр Сергеевич взял русскую народную сказку о царе Салтане. Князь Гведон. Гведон – это владыка, да, владыка Глубин. Он там просит волну, она его упускает. Но дальше-то что происходит? Ведь он, по сути, своей, ну там, одной своей тётке укусил глаз, второй – бабке нос. На этом все его дела заканчиваются. Всё остальное даёт ему женщина-царевна-лебедь. Женщина у славян давала не только жизнь. Она ещё и обеспечивала свой род пропитанием. Именно женщины растили и собирали урожай злаковых. Задача женщины, извините, зачать, выносить, родить и вырастить. И если у мужчины не получается что-то с охотой или ещё какие-то проблемы, это ж сложно всё, то она кормит вообще-то свою семью-лебо. Конец такому распределению ролей положила комета Галлея в 12-м тысячелетии до нашей эры. Её пролёт мимо Земли вызвал целый ряд катаклизмов от исчезновения Атлантиды до изменения климата в северном полушарии. Происходит резкий процесс потепления на нашей с вами планете. Луговые злаковые степи исчезают, они остаются только в узкой полосе при Черноморье. И тут понадобилась мужская сила. Для того, чтобы вырубать те широколиственные леса, которые приходят на рубеже 7-8 тысячелетия до нашей эры на эти территории. И мужчина становится властелином. Потому что здесь уже, извините меня, с топором ходить, корчевать лес бабы не будут. По сути, вся дальнейшая история человечества – это попытки женщин научиться жить без мужчин. Жрицы и весталки в язычестве. Женские монастыри в христианстве. В средние века тайные женские культы становились влиятельными организациями. Им мог оказывать покровительство Папа Римский. А среди членов встречались персоны королевской крови. Сохранились свидетельства об ордене единорога, который долгое время возглавляла сама Екатерина Медичи, мать французского короля Людовика XIII. Единорог – это мифическое существо, фантастическое существо. Это существо, у которого на лбу находится некий меч, или некоторый рог, можно сказать, прямой, который символизирует нечто. Что именно? Женский фалос. Это символ женского фалоса. Представим на минуту, что в мире не осталось мужчин. Американские журналисты уже попробовали нарисовать такую картину и подсчитали. Количество заключенных в тюрьмах США сократится на 97%. Смертность на дорогах снизится на 70%, а войн практически не станет. Получается, матриархат сулит нам рай на земле. И господство женщин рано или поздно наступит. Писатель Эдуард Тополь считает, России власть женщин пошла бы только на пользу. Я за то, чтобы была женская партия в России. Я за то, чтобы появилась в России женщина-президент. Было бы интересно и, наверное, полезно. Потому что уже это тысячелетние... Не, ну, после Екатерины, да, или... Да, после Екатерины. Уже лет 200, да, две больше. Только мужское правление, оно... Оно уже себя, наверное, исчерпало. Даже чисто социологически. Но до женщины-президента России все же еще далеко. У нас даже в Государственной Думе женщин пока абсолютное меньшинство. Вот данные Международного парламентского союза за 2013 год. По количеству женщин в законодательных органах Россия занимает 98-е место среди 144 стран. В первой десятке государства Северной Европы. Швеция, Дания, Норвегия. Если мы смотрим на наше заседание, скажем, Совета по национальной безопасности, который пестрит только темными пиджаками, и за которым спрячутся только мужчины, то я не очень сильно доверяю такому национальному совету. Между тем, в нашей истории много примеров, доказывающих, что российским женщинам вовсе не чуждо стремление к гражданской активности. В 1908 год в Санкт-Петербург проводится первый всероссийский съезд. Тогда у нас не феминистками назывались эти женщины, которые боролись за право голоса, за право учиться женщинам в высшем учебных заведениях, а правда, любками. Проводится первый всероссийский съезд. Так вот, вы знаете, сколько человек приехало депутата? Причем не на государственные деньги. Более тысячи. Патриархальная модель управления государством в кризисе. В этом мнении сходятся социологи, политики и историки. Общество хочет видеть во власти разумный паритет. Мужики, вы слишком много воюете. И слишком вас заносит на крутых оборотах. А нужно все-таки нашей планете? Нужна какая-то стабильность? Мужчина всегда опирается на силу при решении вопросов. А я сказал, и все. А я решил, и все. Да? И хоть кол на голове тиши, как говорят в России. Кстати, неспроста в США считают. 7% голосов в копилке победы президента на выборах заслуга его жены. Во время избирательной кампании 1976 года, когда президент Джеральд Форд боролся за второй срок, использовался слоган «Голосуйте за мужа Бетси». Просто потому, что Элизабет Форд была куда популярнее своего мужа. В России Институт первых леди до сих пор представлен только одним именем – Раиса Горбачева. Действительно, когда она появилась, она вызвала колоссальные протесты в стране. Потом, когда ее, к сожалению, не стало, ведь на самом деле проявилось настоящее отношение к ней. Она очень много делала с точки зрения и благотворительности. Она поддерживала программы, которые были направлены на здравоохранение, с онкологией, связанной и все прочее. Для тех, кто не силен в генетике, я напомню, хромосома Y, которая, по мнению ученых, грозит уничтожением, до сих пор является одной из основных загадок. Она появилась сотни миллионов лет назад в результате сложной мутации. Но именно она делает мужчин более сильными, более агрессивными, более конкурентоспособными в борьбе за жизнь. Откуда же в последнее время разговоры об инертности мужчин, их инфантильности, вчера у меня спрашивали, а когда мальчики взрослеют, я говорю, мальчиками они остаются до 50 лет. Женщины обязаны, просто функционально обязаны вырастить следующее поколение человечества. В последнее время все мы понимаем, что мужчины чаще всего лежа приходят с работы и лежа на диване определяют свой дальнейший досуг. Естественно, очень многих женщин это напрягает, многим это не нравится, а многие специально хотят заставить своих мужчин, и мужчин вообще в целом, во всем мире, все-таки быть мужчиной. Каждой женщине даже, которая ворочает миллионами и решит судьбы людей, хочется быть просто женщиной. И я думаю, таким женщинам особенно хочется быть просто женщинами. Иногда они признают за любовь какие-то меркантильные отношения со стороны мужчин. К сожалению, альфонсов в этой жизни появилось очень много. И это очень печально. Так вернется ли матриархат? То самое женское время, о котором писал Эдуард Тополь. И что за секретное оружие будет применено в новой войне полом? Безусловно, женщины тайно разрабатывают свое секретное оружие в салонах красоты, в парикмахерских. Я как мужчина, конечно, не верю в наступлении матриархата, но готов поспорить на эту тему. К тому же о власти женщин уже столько сказано и написано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин